время 8 утра я решила выйти в прямой эфир не знаем что очень спится не болею чуть-чуть приболела привет что-то я короче это сегодня рада очень рада пришлось привет ребятки со всех точек россии мира и так далее привет с камчатки привет с новосибирска ребят спасибо большое дела хорошо чикаго здорово на новый год я буду дома конечно же с малым привет из питера нет у нас на поляне не рано подъем просто я чуть проснулась вчера на сегодня спасибо это очень приятно я про продвижение у стефана привет из греции с казахстана тоже здравствуйте игорь с иной ребят ночью блять все вопросы про ребенка ну правда идите нахуй скучаю ли я по старому там твана раньше было прикольно да блин так здорово то что нас смотрит так много городов и стран таня ты чё не спишь смотрю сидишь тут до кошки меня чуть разбудили блин восемь утра покормить заткнись романтик и шарики линьки ну 8 утра не точно есть не будут привет из белоруссии что с димой короче мы решили что после нового года нас будет короче до восьмого числа выходные и после восьмого числа мы вернемся ко всем подобным разговорам еще раз потому что понятно что тянет иногда немножечко друг другу но как бы есть определенные обстоятельства при которых не все понятно короче либо закрывать все свои дороги либо нет я все лучше отец я согласна с вами смысле ты злишь что тебе задают вопросы про сына как можно сына бросить поэтому блять я и злюсь если вы блять тупые ебланы не понимаете очевидных вещей то мне не о чем с вами разговаривать да заткнись да заткнись так привет энергодар блядь блядь ты заебал нет ребят меня нет за эти губы я 8 утра точно никого кормить не буду ребят еще раз я никого не бросала что за бред вообще потому что я хочу быть на проекте нет я не грустно я только проснулась так короче походу пока их не покормлю они реально не успокоятся чуть-чуть 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 побудьте тут не забыть я не знаю ты зная ты зная да ну я не знаю я не знаю что ты зная востоку я не знаю восемь утра и водичку утопить все, спокойно ночью так так, я тут так так так, так, так с Аленой, конечно, я общаюсь у меня, извините, немножко отошла потому что покорми его нет, у нас не определенное время во сколько мы должны проснуться почему ты думаешь круглые сутки охуя ты что? а я тебе говорил что говорил, Тань? как думаешь нет да, вроде не опухшая наоборот машину пока нет блядь, как заебали так, вот этих я блокирую все, начала блокировать реально, ребят сори я не могу больше на тупые вопросы отвечать я никого не бросала я не знаю кто остается на поляне на Новый год я точно уезжаю с Димой я уже отвечала, что после Нового года мы вернемся к этим разговорам опять так да, это тоже в блок ребят совсем уже чувствую так-то нет ни у кого спасибо большое нет подарки пока не подготовила да на новогоднюю елку конечно поведу так вот это тоже в блок Саша, пожалуйста не общайся с ними вообще никак он псих от таких людей надо бежать ну смотрите на самом деле конечно же вы не со всех сторон да, как бы нас знаете вы знаете нас только по экрану конечно Дима достаточно специфический мужчина но у него также есть очень положительные стороны он очень начитанный он очень хороший он очень добрый он очень человечный вот другой момент то, что мне не подходит как мужчина это как бы факт да но совсем не общаться да ну почему да мы сходим со Стефанчиком нет Элина не с Игорем очень хочет чтобы помирились с мужем вы знаете на самом деле в год придешь кругу Йоси и Стефана да на самом деле мне бы тоже очень бы хотелось помириться но как бы тут такой момент тут такой момент понимаете мы тоже я не просто так уходила как получается то есть вот вчера кстати буквально перед сном с Диманом общались об этом я ему рассказываю я говорю ты знаешь у меня такой муж хороший я говорю если честно я даже не знаю вообще найду ли я когда-нибудь вот что-то вот хотя бы просто подобное да то есть ну вот чтобы вот мужчина жил вот со мной именно вот так как со мной жил Йоси потому что Йоси очень хороший мужик очень хороший и он вообще он прям для брака прям пипец о чем речь я говорю он со мной рожал он меня везде во всем поддерживал он везде помогал я говорю ну это Диман мне говорит типа блин ну реально попробуй там сделать все чтобы сохранить тогда если типа такие мысли но тут как бы такой момент что я не просто так уходила и вот знаете есть как бы вот у него вот этот вот минус его этим языком вот кому-то вообще пофиг да то есть ну блин типа думаешь болтает и болтает да вообще все равно а для меня это настолько важно ну вот прям словом прям очень ранит Саша скажи где правда где шел какая настоящая ну как видите кто из дочек типа ближе Черкасов конечно я случайно проснулась кто назвал Стефана красивыми мальчик я назвала лучше уж начать отношения с Федей он мужчина по внешнему заметный что не гулящий Федя хороший да но Федя тоже как бы есть свои нюансы и ну может друзья как бы с ним они что-то больше когда он ушел больше года назад хороший муж это не все есть же еще любовь и не жить как брат и сестра тоже верно тоже верно почему я живу в отдельной комнате а не в женской ну ладно что мне там делать возвращайся к Йосе родить дочурку всякая жизнь не бывает сейчас тяжело родить нормального человека для жизни ну блин еще раз говорю вот как бы есть этот нюанс у него и все мой папа дома ну развод давно подали ребят Саша ты как-то потеряла себя тебе не кажется сто процентов так вот эти вот сразу же хулиган один вон с Дашкой какой нюанс у него есть о ком вы говорите о Йосе если о Йосе то я уже миллион тысяч раз рассказывала привет из Красноярска здравствуйте если ее все изменить ты будешь с ним вы знаете момент как бы того что если бы он бы действительно я же много очень раз об этом говорила да то есть когда мы в браке были когда вместе жили только начинала эти темы поднимать и как бы вообще не слышала то есть ну знаете вот я приводила всегда пример вот прикиньте вот ты да безумно чего-то любишь или кого-то да прям безумно а я безумно его любила он прям вот блин он был моим всем вот и каждый раз тебя вот это вот бьет по роже бьет по роже бьет по роже бьет по роже или не знаю там луку в огонь суешь ну ты же понимаешь что будет горячо и рано или поздно ты прекратишь это делать и вот у меня такой же нюанс произошел ну то есть я очень много раз просила изменить это это очень страшно на самом деле то есть знаете вы вот просыпаетесь с утра и вы не понимаете что ждать от человека то есть в каком он проснется настроении он может начать не знаю там вас как-то кусать доводить специально доебывать вот чтобы вы короче взорвались ну то есть питается вот этими вот негативными моментами он может начать доканывать других ну короче создавать суету вот абсолютно на ровном месте дальше дальше не вернулась да он поедет к Даше привет я свой как рада по нюансу Фиди Фидя он к своим знаете такой холодноватый вот немножко то есть он он знаете он такой то есть вот он вот для чужих он прям вот все вот он прям весь такой прям мими-ми-ми а для своих он немножечко такой холодноватый где-то грубоватый очень у него короче грубоватый он такой да он на первый взгляд так и не скажешь но как бы есть нет я не ревную Таню ты такая милая сейчас сонная нежная такая видно что ты нуждаешься в любви семье конечно да сзади никого нету что свадьба тиграна прошло весело 80% семей мужья бухают изменяют бьют идеальных нет людей есть достойный муж и отец просто заебан в голове небольшим язык не смертельный тебя любят сына тоже смотрите какой момент видите люди говорят вот не бьет не бьет не изменяет значит все все супер но еще раз когда вы не находитесь в таком состоянии тем более каждый день вы не можете понять каково это то есть для кого-то вообще не важно то есть болтает он и болтает там где-то что-то пофиг вообще а я мне типа это очень важно мое любимое место в Волгограде конечно набережная скорпион я оседаю федя холодный ну чуть-чуть да такой холодноватенький то есть если бы не нюанс в виде мы были бы вместе ну нет я же повторюсь как бы мне собственно никто не предлагал этого всего мы больше ну тут больше дружбы да время покажет если нужно измениться для этого время понимаете уже очень много времени пришло дело в том что есть же например также и работа у людей да ну вот я понимаю то что Йоси не уживется ни с кем не уживется а ну как бы коммуникация должна быть вот например он приходит на работу ну блин а как договариваться то у Йоси проблемы с языком а так хороший мужичок да об этом и речь очень хороший безумно хороший но с этим языком невозможно жить клянусь невозможно с Аленой Рапунцель конечно да просто ну нельзя короче ее снимать старостью ну было бы здорово но только я же повторюсь еще раз я бы с ним пожила бы вообще бы до конца до конца своих дней я рак поверю живется в твоем гордой упертой семье должна тут уступать ну дело в том что блин короче реально миллион раз уже все проговорила в общем я не могу когда вот так вот пиздят то есть ну вот ты присыпаешься говоришь с утра и ты не понимаешь что за движ вообще мне такое некомфортно раки добрые очень семейные так вот именно с Аленой Рапунцель естественно да мы же лучше подружки как же по-другому-то я тоже рак и развиваюсь с кем не поняла зачем мне горячую что мне там делать чё-чё-чё-чё-чё бы затох и превратилась бы очередной терпил семейных отношений вот-вот сегодня на завтра пока не знаю конечно буду делать операцию ну чё ребята пойду я наверное посплю пока ой раки очень семейные люди поэтому так страдают себе семьи да 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 кто будет терпеть гуляющую бабёнку ну блин я как бы не гуляю когда я в семье мне это неинтересно неинтересно дома спасибо большое так ну что надо идти спать ладно пойду я короче досплю холодно да сейчас прохладненько я давай я пока я вё я вот да Продолжение следует...